На днях все наблюдали мощное северное сияние во многих широтах. Я задалась вопросом о цветовой гамме нынешнего северного сияния. Нашла вот такую статью. Статья англоязычная, как и сайт, но автоматическим переводом, я думаю, мы сможем это дело прочитать. Но прежде чем продолжить, напоминаю, что мой канал существует только исключительно на ваши пожертвования и нуждаются в помощи в распространении публикуемого контента. Спасибо за понимание. Поехали. Итак, цвета полярного сияния. Что их вызывает и почему они различаются? Дейзи Добреевич за 23 июня 2023 года на сайте Space.com Итак, полярные сияния могут быть зелеными, розовыми, темно-красными, синими, фиолетовыми и даже желтыми. Полярное сияние, также известное как северное сияние или южное сияние, представляет собой захватывающее дух природное явление, которое пленяло людей на протяжении тысячелетий. Это замечательное зрелище происходит вблизи полюсов Земли и проявляется в виде ослепительного танца, танцующего света, вызванного взаимодействием солнечных частиц с атмосферой нашей планеты. Полярное сияние бывает самых разных цветов, от зеленого до розового, синего и фиолетового, что может оставить наблюдателей за небом как загибнотизированными, так и озадаченными. Но в этом авроральном безумии есть своя система. В этом подробном руководстве мы углубимся в науку о цветах полярного сияния и исследуем, что вызывают эти знаменитые небесные шоу. Прежде чем мы обсудим различные цвета полярного сияния, давайте сначала быстро напомним себе, как образуются полярные сияния. Полярное сияние возникает из-за того, что заряженные частицы Солнца врезаются в верхние слои атмосферы Земли на скорости до 45 миллионов миль в час. 72 миллиона километров в час. Магнитное поле Земли затем перенаправляет частицы к северному и южному полюсам. Электрически заряженные частицы затем попадают в атмосферу Земли, возбуждая атомы и молекулы газа и создавая полярное сияние. Этот процесс аналогичен тому, как работают неоновые огни, когда молекулы и атомы возбуждаются электронами, они должны вернуться к своей исходной энергии, основному состоянию сделать это, высвободив энергию в виде фотонов света. Цвет неонового света зависит от газовой смеси внутри трубки, так же как цвет полярных сияний зависит от газовой смеси в атмосфере. Атмосфера Земли состоит примерно из 78% азота, 21% кислорода и 0,93% аргона и 0,04% углекислого газа. Наш воздух также содержит следы неона, гелия, метана, криптона, озона и водорода, а также водяного пара. В следующих разделах будет показано, как состав атмосферы и высота, на которой солнечные частицы сталкиваются с этими газами, играют решающую роль в определении цвета полярных сияний. Итак, зеленое сияние. Вот такая увеличенная, завораживающая красота. Самый распространенный цвет полярного сияния зеленый. По данным Канадского космического агентства, зеленые полярные сияния обычно возникают, когда заряженные частицы сталкиваются с высокими концентрациями молекул кислорода в атмосфере Земли на высоте от 60 до 190 миль, то есть от 100 до 300 километров. Мы также видим зеленые полярные сияния лучше, чем любой другой цвет, поскольку человеческий глаз наиболее чувствителен к зеленому цветовому спектру. Красное сияние. Также увеличиваем картинку. Да. Красные полярные сияния встречаются сравнительно реже и обычно связаны с интенсивной солнечной активностью. По данным Космического агентства, они возникают, когда солнечные частицы вступают в реакцию с кислородом на больших высотах. Это обычно на расстоянии от 180 до 250 миль, то есть от 300 до 400 километров. На этой высоте кислород менее сконцентрирован и возбуждается на более высокой частоте или длине волны, что делает видимыми красные цвета. Красные полярные сияния часто можно увидеть на верхних краях дисплея, ну, я думаю, имеется в виду верхний край горизонта. Синее и фиолетовое полярное сияние. Да, красиво. Синее и пурпурное полярное сияние встречаются еще реже и, как правило, появляются в периоды высокой солнечной активности. По данным туристической компании, эти цвета образуются, когда солнечные частицы сталкиваются с азотом в атмосфере Земли на высоте 60 миль или меньше. Синее и фиолетовое полярное сияние обычно видны в нижней части дисплея. Но, скорее всего, цветовая гамма. Желтое и розовое сияние. Фантастическая расцветка. Желтые и розовые полярные сияния редки и обычно связаны с высокой солнечной активностью. Эти цвета являются результатом смеси красных и зеленых или синих полярных сияний. Роль солнечной активности. Солнечная активность, включая солнечные вспышки и выбросы корональной массы, играет значительную роль в определении интенсивности, цвета и частоты полярных сияний. В периоды высокой солнечной активности атмосфера Земли бомбардируется большим количеством солнечных частиц, что увеличивает вероятность появления более ярких и разнообразных цветов полярных сияний. Активность Солнца колеблется в течение 11-летнего солнечного цикла с периодами пиковой активности, известными как солнечные максимумы. Солнечная активность сейчас растет во время текущего 25-го солнечного цикла, пик которого, по прогнозам ученых, достигнет 2025-го года. Дейзи Добреевич. Цвета полярного сияния. Что их вызывает и почему они различаются?